МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отрезали до Северного полюса несколько тысяч километров. Какие, по сути, пустяки для тех, кому становится скучно дома? Нашему герою не нужен серьезный научный повод, чтобы собрать вещи и отправиться на другую точку планеты. Наш такое веселое настроение, мы там с другом, ну, такие два сапога пара, то есть нам поржать над собой, ну, это милое дело. То есть не над кем-то, а вот именно над собой там. То есть это такой здоровый юмор. Что сказать, немногим хватает наличия здорового чувства юмора, чтобы отважиться сначала на велопробег до Черного моря, затем на раз покорить Эльбрус, а уже в следующем отпуске купаться в Северном Ледовитом океане. Угол зрения меняется, то есть и столько мест интересных, не надо никакого космоса лететь, там, в нашей стране этого хватает. Просто многие этого не знают. Многие стараются поехать на курорт, там, лежать на пляже, там, под пальмой, на песочке. А можно сделать совсем по-другому, и отпуск будет намного интереснее. Сегодня у нас профессиональный праздник. Мы его встречаем необычным способом, не в обычном месте. Остров Занзибар, Индийский океан. Рязанцы Дмитрий Мамодолеев и Александр Пилипенко вот уже несколько лет проводят свои отпуска самым нестандартным образом. Их первый необычный воежь состоялся в 2008 году. Стало скучно кататься до Солочи обратно. Мы поехали сначала катались, и в процессе катания возник вопрос, вот, в чем мы так катаемся? Давай на море поем. Ну, вдвоем-то. Это ведь дурак, что ли, какой море-то. Может, для настоящих десантников 1400 километров за 7,5 суток и пустяки, но справедливости ради стоит сказать, что все знакомые, узнав о предстоящем мегапроекте, ласково изъяснялись полным джентльменским словарным запасом современного городского обывателя. У нас обычные велосипеды эти стелс отечественные, горные, то есть нужно было какой-то апгрейд им сделать, там, резину меняли, там, вставки сделали, одежду покупали, там, обувь специально, педали контактные, то есть там, велокомпьютер. Количество километров между остановками рассчитали опытным путем. На велосипедах ездили до Ряжска и обратно, как раз примерно 260 километров. Почитали журналы, пообщались с бывалыми, поняли, что таких сумасшедших в хорошем смысле слова хватает, и отправились в путь. Одно дело 10 километров проехать, а другое дело 50. И когда ты в этих шортиках, в тапочках там, которые называются, не шагу назад, ну, обычный пляж, в майке, то это, ну, проверяешь 50, думаешь, что все, это же невозможно, так нельзя, так не бывает. Там натирает, здесь ты весь мокрый, там выдыхаешься. То есть это потребовало какого-то вникания в предмет. Ну и вот месяца два мы потонировались, повникали, все, приобрели, оделись, назначили для себя там старт, ну и все. И летом поехали. С собой у нас было только запчасти, то есть резиновая камера, там римкомплект и все. А палатка там что-то? Ничего, ничего не брали. Ну и плавки еще были. Счастливые улыбки на обгоревших лицах, мокрые майки и разнообразие мирового автопрома – вот и вся романтика дорожного приключения. Трасса еще не олимпийская, ночлег в дешевых кемпингах, душ в каждом водоеме. Цель станется Тамань, где товарищ Лермонтов был проездом к месту ссылки на Кавказ. Не такой десантник и народ, чтобы бояться солнца и пыли. Второй-то еще крепче. Я-то по сравнению с ним в таком щавле какой, немирующий, Кащей, скажем так. Второй-то там покрупнее парнишка. Как нас встречали? Ну, поначалу, откуда, ребята? Ну, с Рязани. А куда едете? На море. А вы знаете, есть дорога ближе какая? Через Питер, например. Как это через Питер? Или какой-нибудь патруль, сопровождение едет, или это там мегафон, там, Динамо бежит, Ну, как в кино. Все бегут, да? В шесть утра, да, в солнце, и вообще никого нет. Два дурага такие. По холодку еду, чтобы в обед жарко. Выровняв загар и поплескавшись в ласковых волнах, Дмитрий и Александр твердо решили не останавливаться на достигнутом. И уже через год с тем же неиссякаемым энтузиазмом карабкались в горы. Воодушевило как-то. Блин, давай, чем еще придумать, чем посерьезнее. Ну, давай на гору полезем. Давай, на какую? Ну, в самой высокой стране какая? Эльбрус. Ну, давай на Эльбрус. Лучше гор могут быть только горы. Пел Высоцкий и был прав. Тем более алгоритм действий уже был. Блоги, статьи, правильная одежда и грамотный проводник. Второе дыхание, наверное, открывается у человека. Одно дело по молодости происходит, когда это в обязаловку, а другое дело, когда это уже интересно тебе самому, и ты на это другими глазами смотришь. Стандартно гора несложная технически. Народ поднимается там 2-3 дня на нее, поднимается. Ну, в основном в летний период. Ну, и, соответственно, 9 мая, то есть праздник Победы, надо подняться на 9 мая. Нашли себе этот вариант. Встретились с людьми, кто еще такие же были отмороженные, более молодые ребята, девчата, в Пятигорске у памяти, как Кирову. Ну, такая разношерстная толпа такая стояла, 11 человек. Питер, Москва, Казань, Минск – все участники группы «Кто откуда» ехали поездами. И только наши прикатили на машине, чтобы сразу после спуска махнуть отогреваться на море. По голове – тум-тум-тум-тум. Горное болезнь, как «Здравствуйте». Вы такие, ого! То есть голова начала там болеть, трещать, вот там, тошнить все это. Ну, при правильной климатизации, конечно, там, спасибо проводнику, это его заслуга, это его работа. Нас, новичков, там, как-то правильно вот заставить, научить, показать, нельзя рвать вперед. А вершины, вот он, мы думаем, что тут подниматься-то? Ребята, мы уже не подняться. Да ладно, что тут подниматься-то? В общем, мы 9 дней поднимались. Залезли кое-как на него, отрапортовались, там, откричались, отшумелись, там, отплакались, оторались, скажем, отстрелялись. Два дня еще спускались, там, при моем таком, ну, как бы, не тяжелом весе, я еще там 7 килограмм угудрился потерять. Подумаешь, самая высокая точка Африки, гора Килиманджаре. Ради того, чтобы в знойной саванне увидеть снежную вершину, можно и рискнуть. Дмитрию Мамадалиеву и его лучшему другу Александру Пилипенко к суровым условиям не привыкать. Последние несколько лет они ставят своеобразные рекорды. Счезающие деньги. Африки Килиманджаре. Нам удалось их запечатлеть, увидеть на нашем веке вате. Что там море, Дмитрий, из тех, кому и северный ледовитый по колено слабо порезать арбуз на дрейфующей льдине. У друга в кабинете карты висит, он говорит, давай, говорит, на северный полюс попробуем. Да ладно, что, северный полюс. А давай попробуем. Для рядовых путешественников цифры запредельные, говорит Дмитрий. К тому же туризм их не интересовал. Хотелось проверить себя. В итоге неутомимые друзья вышли на экспедиционный центр, который организует и поддерживает ледовый лагерь Барнеу, ежегодно дрейфующий в апреле в районе Северного полюса. Больше полугода Дмитрия и Александра не воспринимали всерьез. Где это видано, чтобы двое взрослых семейных мужчин, как одержимые, рвались поработать на льдине. Третий заход, уже все, да, точно едет, мы уже, да, мы еще не выезжаем, перезвоним, можно ехать. Да, да, вы что, уже там уже вот, тебе два часа встреча, не может быть. В общем, мы зарули в аэропорт, ну, кого, там, в офис руководства этой организации, ну, и нас встретили, там, посмотрели на нас. А вы на месяц готовы? Да, готовы, что, на месяц? А на два? Да. Ну, то есть нам уже деваться некуда. Ну, конечно, да, Кукинг тут уже такая пьянка пошла. Конечно, надо два месяца. Думаю, скажешь на три, мы бы на три согласились. Я взял курортные билеты на Барнео. В Малайзию там остров есть такой. Предупредил работников из МРЭО, что, мол, отсутствую и помахал рукой. Российский дрейфующий лагерь Барнео главная база наземных туров в Арктику и единственная перевалочная точка на пути туристов к Северному полюсу. Ну, а о том, какие приключения ждали рязанцев на макушке планеты, при чем тут ВДВ и какие неожиданные награды со всех уголков света привозит Дмитрий, смотрите ровно через неделю во второй части программы «Человек в городе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин